Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планеты Дзюдо! С вами Роман Карасев. И сегодня я веду свой завершающий итоговый репортаж после чемпионата Европы о борьбе самбо 2023 года, который буквально вчера завершился в Израиле, в городе Хайфа. И я решил сделать некий такой обзор этого чемпионата, потому что, может быть, вы знаете, а кто не знает, сейчас узнает, я присутствовал на всех днях проводимого чемпионата и даже мне посчастливилось быть комментатором. Прямого эфира всех дней чемпионата, прямого эфира, который ввели на официальном сайте ФИАС Международной Федерации Самбо. Спасибо большое за доверие ФИАС, за то, что мне дали возможность проявить, может быть, какой-то скрытый талант, комментировать прямые репортажи со спортивных событий, ну, в частности, это было самбо. Благодарю за содействие в этом процессе Михаила Мартынова, ну и вообще всю бригаду ФИАС ТВ, весь медиакорпус. Перед тем, как начать снимать этот репортаж, буквально за несколько часов, у меня была переписка с одним человеком, который как раз-таки и попросил меня сделать такой обзор чемпионата, как все прошло, но он очень попросил меня, чтобы не было, как он выразился, молочных рек и кисельных берегов. Ну, я, конечно, постараюсь в сегодняшнем моем видео это сделать, но с другой стороны, а как обойтись без молочных рек и кисельных берегов? Ведь если мы будем только рассказывать о плохом, как тогда будет развиваться то, что мы хотим развивать, в частности, самбо. Если мы будем говорить о самбо только с плохой позиции, то, соответственно, у нас ничего не получится в развитии самбо. Но в то же время, если говорить только о хорошем, тоже не совсем, мне кажется, хорошо для оценки каких-то действий, которые были, чтобы принять какие-то меры в улучшении качества создаваемого продукта. А все-таки сегодня самбо, как вид спорта и именно соревновательного спорта, это, конечно же, продукт и спортивной индустрии, и он, конечно, должен конкурировать с другими видами спорта, соревновательной, где есть соревновательная деятельность, и конкуренция это достаточно, ну так, жесткая в разрезе того, что имеется в виду есть такие направления единобород боевых искусств, где конкуренция, конечно же, достаточно, ну, идет такая упорная, и если мы будем объективны, то есть говорить о хороших сторонах проведенного соревнования, того или иного, ну, в частности, чемпионата Европы, о плохих сторонах, которые были, так сказать, негативные, то так мы можем, наверное, выстроить какую-то объективность и двигаться вперед, ну, в том числе и для меня, потому что, если, как я уже сказал, смотреть на этот чемпионат с моей позиции, где я был комментатором прямого эфира, то и здесь мне надо достаточно объективно смотреть на себя со стороны как я вел этот репортаж, где у меня были упущения, над чем мне надо поработать, чтобы улучшить качество моего комментаторского искусства, ну, и в то же время посмотреть, где у меня были очень хорошие такие нотки, где я смог проявить вот свое комментаторское искусство. поэтому, может быть, начнем по порядку и начнем с того, что, во-первых, Израиль. Израиль страна, которая не совсем расположена на европейском континенте, но в то же время по спортивной линии страна входит в состав европейских федераций по видам спорта и в том числе в федерацию европейского самбо. Это связано, конечно же, по политическим мотивам. В свое время уже давно кто интересуется, может посмотреть, почему так произошло, что вот Израиль именно стал участвовать в европейских спортивных соревновательных мероприятиях. Ну вот и в Израиле решили провести чемпионат Европы. Решение, конечно же, хорошее. Ну, по какой причине? Во-первых, в Израиле очень большая диаспора, так скажем, выходцев из бывшего Советского Союза. В том числе и тех людей, кто в свое время в Советском Союзе, в странах Советского Союза, в республиках занимался самбо. Они многие приехали в Израиль, кто в 70-х годах, кто в 80-х, 90-х, ну и так далее, и по сегодняшний день продолжают приезжать. И, конечно же, это хорошо. Почему? Потому что в Израиле, как бы, получается, есть некая традиция самбо. И я уже об этом говорил, что я имею в виду в своем прямом эфире, когда я вел прямые репортажи, что в 1992 году в Израиле впервые провели чемпионат Европы, и вот спустя 30 лет, так сказать, можно сказать, юбилейное событие, дата, провели второй раз чемпионат Европы в Израиле. Развитие самбо в Израиле началось в 1974 году, и мы сделали интервью с основоположником развития самбо Йосефом Ройтманом. Он рассказывает интересное про то, как развивалась самбо именно в тот период, когда он приехал и начал активные действия предпринимать для развития самбо в Израиле. Сегодня, конечно же, уже прошло много лет, но Йосеф Ройтман был на этом мероприятии, получил некое уважение со стороны европейского самбо и со стороны международного, и он смотрел эти соревнования. Ну, конечно же, время идет, и сегодня уже израильское самбо в большей степени лежит на плечах Павла Мусина, который является вице-президентом Федерации Самбо Израиля, он же является главным тренером национальной команды Израиля по борьбе с самбо, и на его плечах была вся подготовка этого чемпионата, и вообще на его плечах лежит все развитие самбо в Израиле. Мы тоже с ним сделали интервью, это интервью вы можете увидеть на канале планеты Цюдо, он делится там о том, что на самом деле сейчас новый этап развития самбо в Израиле, ну и вот, наверное, вот этот новый этап можно сказать, что будет продолжаться и с чемпионата Европы, который только что завершился, и возможно это даст какой-то новый импульс в развитии самбо в Израиле. Что касается города, где проводился чемпионат, это город Хайфа, вообще Павел Мусин сказал, что изначально планировалось проводить в городе Ришон-Лицион, где вообще базируется клуб самбо, которым возглавляет Павел Мусин, ну и там вообще так сказать основная точка развития самбо, и в прошлом году был проведен чемпионат мира по пляжному самбо недалеко от Ришона-Лициона в Батьяме. Но вдруг по некоторым причинам ситуация изменилась, не получилось провести чемпионат в Ришон-Лиционе, там сложилось так, что по датам, это опять со слов Павла, в той спортивной арене, где должен был проходить чемпионат, оказалось, что будут проведены баскетбольные матчи, ну а баскетбол в Израиле это, конечно же, это все. Профессиональная лига, играют команды очень успешно, поэтому было принято решение быстро все менять и переезжать, и вот вот и переехали, вот и переехали в Хайфу, ну неплохо, большая спортивная арена, вот Ромео за моей спиной, очень уютная, реконструированная буквально где-то 10 лет назад, вообще она построена в 1972 году, но реконструирована вот в 2010-2011, году все условия есть для проведения таких крупных спортивных событий, чемпионат Европы, но вот теперь давайте так, мы рассказали как бы, что вот есть все хорошо, да, ну а теперь по поводу того, что все-таки Хайфа, Израиль, да, еще хотел сказать, что в этом году Израиль отмечает 75 лет независимости Израиля, основания Израиля как государства, и, конечно же, это событие, и проведение чемпионата Европы, и 75-летие Израиля, достаточно мощная акция, такая, потому что для государства и для страны самой, и на нации, да, израильтян, и всегда было вообще в любой стране так происходит, что чтобы страну узнавали, чтобы граждан узнавали, да, и чтобы слышали, что есть Израиль, и израильтяне, надо и в политической сфере об этом говорить, и в музыкальной, научной, и в то же время спортивной, и вот такое спортивное событие, оно как раз и указывает, что Израиль существует, и уже 75 лет развивается, но к моему большому сожалению, ну, без политики никуда не деться, потому что политическая жизнь и все государственные чиновники и так далее, они так или иначе связаны с политикой, но к моему большому сожалению, на открытие чемпионата приехал мэр города, женщина, честно скажу, я не запомнил, как ее зовут, она буквально была на открытии, то есть приехала до того, как выйти на сцену, там за какой-то короткий период времени, выступила с речью, там я поздравляю всех, трали-вали, тыры-пыры, прочитала это все по листочку и так же быстро исчезла, то есть она провела на этом спортивном, я замечу, европейском чемпионате приехали европейские страны, прислали сюда своих представителей, это не просто какой-то международный турнир, проходит это в Хайфе, в общем, она не особо уделила этому такое, мне кажется, должное внимание, потому что, видимо, ей это не совсем интересно, ну и это было видно по Хайфе, в Хайфе много висит плакатов, и в основном эти плакаты приурочены к 75-летию Израиля, в основном эти плакаты приурочены к выборам, к выборам как в Хнессет Израиля, к новым каким-то политическим там хитросплетениям на уровне государственной власти, к выборам мэры города, сейчас там идут опять очередные, в общем, не до этого, тем, кто, так сказать, наречом правами управления городом, кто был избран народом, им не до этого, им не нужен по большому счету этот чемпионат, ну и это было видно, потому что никаких объявлений, никаких афиш руководству города это не нужно, вот, так сказать, это мое мнение, потому что я вот здесь по Хайфе везде хожу, все вижу, даже рядом с этим прекрасным спортивным комплексом Ромэма нет ни одного плаката, на самом комплексе не висит ни одного плаката, значит, во-первых, я не хочу сказать, что где-то Павел Мусин или Федерация Самбо Израиля не уследили в этом, но я думаю, что именно эта забота мэрии Хайфы, именно эта забота должна быть именно спортивного отдела города, где проводится чемпионат, они должны были позаботиться о том, чтобы проинформировать население, людей, что вот в Хайфе в год 75-летия Израиля, а я еще больше скажу, что буквально через два дня будет праздник большой по всему Израилю, это как раз день независимости, и ничего нету. Неделю проходил практически чемпионат, потому что в чемпионат включал несколько, то есть практически все возрастные группы, это и взрослые, юниоры, кадеты, молодежь, проходил по двум дисциплинам соревновательства, это спортивное самбо и боевое, в Израиле есть чемпионы мира по самбо и по боевому самбо, по спортивному по боевому, но как-то в общем те, кто управляет городом, они абсолютно никак не отреагировали на этот чемпионат, никаких афиш, никаких плакатов, ну и в том числе соответственно жители города не были проинформированы, итог, пустые трибуны, это плачевно, пустые трибуны, на трибунах были только зрители, которые в принципе составляли ту часть тренерского состава, который приехал на этот чемпионат, те спортсмены, которые не боролись в тот или иной день, они соответственно сидели на трибунах, таких зрителей, которые бы просто приехали жители города и посмотрели борьбу с самбо, их не было, или было, но очень малое количество, ну вот лично я приглашал несколько человек, некоторое количество лично я, они пришли, ну это вот даже пальцев рук не хватит, сколько человек, кто-то не пришел, хотя говорили, ой, интересно, интересно, но не пришли, вот моя краткая информация по поводу того, значит, отношения Мэрии Хайфы к чемпионату, отношения, значит, к тому, что сколько зрителей было, ну и теперь потихоньку возвращаемся к тому, как вообще был проведен чемпионат, насколько уровень самбо в Европе высок, ну, ни для кого не секрет, высочайший уровень развития самбо, конечно же, это Российская Федерация, это раз, тут уж никто не будет спорить и переплюнуть на сегодняшний день невозможно из других европейских стран, конечно же, наибольшее развитие и массовость, и качество, и квалификация спортсменов, это, конечно же, те бывшие республики Советского Союза, которые есть, ну, в частности, это всегда было Грузия, Азербайджан, Армения, это такие столпы, да, развитие самбо были, всегда там были высококвалифицированные самбисты, дальше у нас Белоруссия, дальше у нас Украина, дальше у нас Молдова, это что касается европейской части, да, мы говорим о чемпианте Европы, дальше у нас, значит, Эстония, Латвия, Литва, но из тех стран, которых я перечислил, европейских, которые раньше входили в состав республики Советского Союза, значит, участвовали только Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова, Латвия. Под нейтральными флагами Фиас-1 и Фиас-2 участвовали спортсмены с гражданством Российской Федерации и Белоруссия, не были на этом чемпионате спортсмены из Украины, то есть Федерация Самбо Украины не представила, не привезла свою команду, по каким причинам, ну, все прекрасно знают, что сейчас очень сложная очень сложные отношения между двумя государствами, между Российской Федерацией и Украиной, я много не буду на этом останавливаться, но вот ситуация такова, что там, где участвуют российские спортсмены, или хотя бы под нейтральным флагом, украинские спортсмены не участвуют, но тоже коснулся из чемпионата Европы по борьбе с самбо. Из других европейских стран такой центральной Европы, конечно же, наивысшая популярность это Болгария, там всегда было с покой веков очень сильное самбо и развитие и продолжается в принципе. Другие страны это Румыния, достаточно хорошо, Сербия, неплохо развивается самбо, но и то большими усилиями, которые вкладывает Мираби Леадис, президент Федерации Самбо Греции. Ну, не секрет, что Мираби Леадис из Грузии и развитие самбо в Греции именно связано с его именем и тем, что он из Грузии и очень много грузинских самбистов переехали в Грецию и там выступают вот это Греция другие страны Франция, но Франция выступала тоже под нейтральным флагом ФИАС Международной Федерации Самбо у них был значок ФИАС-3 тоже какие-то есть некоторые разногласия внутри Федерации Самбо Франции я не особо проследил эту ситуацию не могу точно сказать но в любом случае были представлены спортсмены из этой страны и достаточно неплохо там боролись но конечно уровень очень низкий уровень низкий и пока что на сегодняшний день и у греческих спортсменов самбо по сравнению конечно же с уровнем таких стран как я перечислял ну конечно же это ФИАС-1 Российская Федерация ФИАС-2 Голоруссия ну и Грузия Армения Азербайджан другие европейские страны такие как Германия была представлена Нидерланды они конечно в значительной степени ниже уровнем если мне не изменяет память там еще вроде бы были представители Италии в каких-то возрастных категориях ну что касается израильских спортсменов то был большой состав команды во всех возрастных категориях почти 40 человек было они стараются израильская команда и Павел Мусин об этом говорит практически возрождается хотя есть и титулованные спортсмены которые себя проявляют в боевом самбо вот допустим делали интервью с чемпионом мира действующим Триэля Абасов ну и с некоторыми другими спортсменами спорта Израиля поэтому основное конечно преобладающее преимущество в профессионализме это спортсмены Российской Федерации теперь немножко давайте перейдем к такой части вопроса как чемпионат Европы и судейство сложный момент сейчас ФИАС Международная Федерация Самбо работает над улучшением качества судейства но в частности были некоторые введены ограничения по возрасту рефери кто может обслуживать соревнования идет постоянно усовершенствование правил борьбы с самбо как спортивного то что мы уже знаем и видим много лет так и боевого и еще есть третья дисциплина никому не секрет три дисциплины в соревновательном самбо это спортивное боевое и пляжное идут поиски лучших вариантов лучших правил более понятных зрителям а зрители те кто смотрит прямые трансляции или просто приходят на трибуны им важно понимать что происходит поэтому идет постоянная модернизация правил я говорил с Сергеем Табаковым исполнительным директором международной федерации самбо он присутствовал кстати здесь и Дмитрием Максимовым спортивным спортивным директором международной федерации самбо он тоже присутствовал здесь вообще ну такой экспертный корпус международной федерации присутствует на всех таких крупных континентальных соревнованиях смотрит как проходит как организовывается все контролирует ну по крайней мере записывает какие так сказать для себя пометки делает как идет судейство организация всего обустройства и сделали несколько тоже интервью и с Сергеем Табаковым и с Дмитрием Максимовым на эту тему мы поговорили они дали некие свои так сказать профессиональные компетентные оценки происходящего на чемпионате Европы но вернемся к судейству сложно сложно все сразу понимать все сразу корректировать и исполнять свод правил почему есть давление со стороны тренеров со стороны зрителей со стороны спортсменов судья арбитр на ковре он конечно должен быть железный суд железный с точки зрения у него должна быть психика настолько подготовленная чтобы не быть не быть не объективным его объективность должна быть 100% а объективность исходит из свода правил сейчас есть видеоповторы видеокамеры где можно все это проследить просмотреть мы видели много раз как арбитры просматривали видеоповторы чтобы принять наиболее честное так скажем решение выдать ту или иную оценку за техническое действие или предупреждение за какие-то технические действия и стоит отметить что перед началом чемпионата был проведен семинар судейский семинар проводил международный судья по самбо Анатолий Гершман он возглавляет судейский судейскую комиссию федерации самбо Израиля ну вот ему доверили провести семинар я был на этом семинаре мы даже сделали с ним интервью были экзамены на этом семинаре после проведенного двухдневного экзамен был очень серьезный потому что в экзаменационной комиссии был председатель экзаменационной комиссии Дмитрий Максимов спортивный директор международной федерации самбо те судьи которые только только начинают судить они первые свои документы получили международные квалификации позволяющие им обслуживать соревнования но их конечно не выпускали на ковер они кто на контроле формы был кто какие-то еще функции выполнял но самые компетентные самые профессиональные конечно же выходили на ковер их не так много и конечно же вот так как очень большая психологическая физическая нагрузка идет на арбитров должна быть сменяемость арбитров чтобы они не уставали чтобы у них мозг мог отдыхать и они могли максимально эффективно работать а так как количество арбитров было не такое большое ввиду просто нехватки арбитров на самом деле нехватка арбитров нехватка квалифицированных арбитров это только опять все возрождается все улучшается но старается и международная федерация сам постарается и израильская федерация сам бы постаралась чтобы максимально сделать качественное судейство ну я так думаю что ни одни соревнования никогда не будут такими чтобы все были довольны качеством судейства понятно что кто стал чемпионом призерами те команды скажут хорошее судейство но те кто проиграл или допустим финальный поединок проиграл всегда будут недовольны чем-то такие случаи были и на этом чемпионате были ошибки арбитров я не знаю как как избавиться от них человеческий фактор я думаю что избавиться очень тяжело хочется еще несколько слов сказать о главном судье соревнований главный судья чемпионата Европы был Иван Нетов известный самбист он в меру опять своих возможностей и своего понимания всего происходящего всегда присутствовал на видеоповторах смотрел где-то тоже давал свои замечания но опять эти замечания не должны никак были влиять на исход или результат поединка по крайней мере так должно быть конечно же я думаю что никто не скажет что нет и всегда такое будет и было и сейчас было что та страна которая принимает соревнования и те спортсмены которые участвуют из этой страны в частности чемпионат европы в израиле спортсмены сборной израиля конечно же к ним более теплое отношение арбитра и всегда так было во всех странах ну что значит теплое если арбитр видит что где-то есть ну какое-то может быть нарушение он может немножечко не давать предупреждения но опять если это нарушение не такое ну очень сложное нарушение что касается также оценок баллов если где-то можно чуть-чуть видно что можно в большую сторону дать бал конечно же дают в большую сторону бал арбитры но это ну спортсменам той стороны где проходят соревнования это так называемое неписанное неписанное правило не знаю насколько оно уместно я думаю что многие скажут нет такого не должно быть я согласен с этим не должно такого быть правила они для всех одинаковы и не должно быть для одних чуть-чуть вот есть маленькая да такая поблажка для других нет правило все есть правило соблюдаем это что касается правил и судейства так что для многих конечно оно было не очень хорошее а для многих очень хорошее но в любом случае я хочу сказать что это соревнование это не какое-то сражение где вот все жизнь или смерть это соревнование где люди демонстрируют свою подготовку как спортсмены так и демонстрируют свою подготовку арбитры на ковре мы все развиваемся так же и я я как комментатор чемпионата Европы тоже не все может быть корректно рассказывал где-то упущения были но опять мы идем вперед каждый из нас стремится улучшить ну это в идеале улучшить свои знания в той или иной области и есть такое слово дисциплина вот как раз дисциплина подозревает то что мы нам необходимо каждому на своем участке деятельности быть дисциплинированным что это значит дисциплина означает мы должны знать что мы делаем знать очень хорошо и учить ту сферу деятельности в которой мы занимаемся понятно сегодня так завтра лучше еще лучше но ни в коем случае не ухудшать свои знания вот это и есть дисциплина то есть дисциплинированный человек это человек знающий а еще есть такое понятие как человек интеллигентный это человек не то что не только знающий но и понимающий понимающий происходящее то есть это уже высший пилотаж так сказать следующий этап и поэтому интеллигентный спортсмен интеллигентный арбитр интеллигентный комментатор он должен не только знать но и понимать что происходит а для этого нужно постоянно развиваться в том таланте в котором у тебя есть и в той профессии в которой ты развиваешь дальше я хочу перейти значит к самим спортсменам которые боролись первые два дня боролись у нас мужчины и женщины взрослые да возраст так сказать топ топ спортсмены конечно же ну явное преимущество явное преимущество команды фиас-1 это представители граждане российской федерации я уже в начале видео сказал безоговорочное превосходство ну и по другим возрастам такое было конечно и качество борьбы совсем другое и уровень подготовки совсем другой это связано со многим ну исторически в российской федерации самбо вот оно появилось оно росло есть история базы с точки зрения значимости для регионов в российской федерации очень важно потому что спортсмены получают и звания спортивные и премии и так далее тренера получают звания тренерские премии и финансирование регионов все это идет поэтому конечно есть есть мотивация да есть развиваться те страны где менее меньше так сказать вот этих вот плюшек так назовем там соответственно и как-то меньше развития поэтому первые два дня доминирующей позиции занимала команда FIAS 1 но были и представители конечно же расплавлялись представителями других стран это и FIAS 2 это Грузия Армения Азербайджан в меньшей степени европейские страны где-то там зацепились немного Франция Нидерланды израильские спортсмены чуть-чуть зацепились но это уже касаемо где-то третьи места в основном это бронзовые медали что касается возрастных групп а я скажу что для тех кто хочет такую большую статистику в цифрах то количество участников на чемпионате Европы было 480 где-то порядка 318 это были мужчины и 162 женщины 23 страны участвовал чемпионате Европы из них вот три страны под флагом FIAS FIAS 1 FIAS 2 FIAS 3 2 дисциплины соревновательные это спортивное самбо и боевое 69 весовых категорий и возрастные группы взрослые юниоры подростки и молодежь с английской интерпретацией по международному стандарту это были значит adults juniors кадетс и я возраста самый нижний порог возраста это был до 16 лет кадет две дисциплины я уже сказал спортивное и боевое комбат самбо и хочется отметить что на этом чемпионате еще был проведен отбор на спорт аккорд комбат геймс это так называемые всемирные игры боевых искусств программу которые входит борьба самбо в двух дисциплинах спортивный и боевой раздел и самбо давно входит в эту программу всемирных игр боевых искусств эти игры пройдут в Саудовской Аравии R-Riadi с 21 по 30 октября 2023 года в этих играх участвуют также и один из важных конкурентов в мире борьбы единоборств это борьба с дзюдо поэтому вот такое еще было мероприятие в рамках чемпионата Европы отбор был проведен на всемирные игры боевых искусств отбор каким образом что на всемирные игры боевых искусств от Европы попадает три человека весовой категории мужчины и женщины а как мы знаем по регламенту на чемпионате Европы первое второе и два третьих места поэтому были дополнительные стыковочные поединки те кто заняли третьи места они дополнительно боролись и выявлялся тот единственный третий медалист который вот наряду с чемпионом серебряным призером также поедет от европейского континента на всемирные игры боевых искусств помимо наверное вернусь немножко к качеству или квалификации спортсменов конечно же международная федерация самбо пытается улучшить уровень знаний в области самбо спортсменов самбистов в разных странах Европы но это не все так просто не все так легко на первый взгляд проводятся семинары проводятся мастер-классы ну конечно же вот за последние полтора года ситуация немножко ухудшилась в плане того что ну как мы все знаем опять повторюсь основными европейскими странами сложности ввиду вот таких политических сложностей которые есть между двумя странами ну вот как ни крути вот видите говорят спорт вне политики и так далее невозможно никак так уже все переплелось и конечно же страдают страдают спортсмены страдает развитие того вида спорта который существует но все когда-то заканчивается поэтому я думаю что все равно самбо наверное оно останется оно будет существовать оно будет развиваться и есть люди которые любят самбо есть люди которым это интересно которые занимаются самбо как с точки зрения соревновательной дисциплины так и с точки зрения просто для себя для здоровья так что завершая так сказать раздел качества и компетенции спортсменов на этом чемпионате еще раз скажу что подавляющее преимущество команды FIAS 1 ну и это конечно неудивительно не знаю не знаю насколько это плохо но никто не запрещает никто не запрещает тем странам европейским которые хотят развивать самбо и которые хотят также успешно выступать на спортивных коврах международного уровня в том числе чемпионат и он никто не запрещает взаимодействовать и обмениваться опытом ездить обучаться привлекать или находить таланты в этом виде борьбы все зависит от инициативных людей так я скажу что еще было во время чемпионата проходил исполком европейской федерации самбо прошел исполком он прошел за закрытыми дверями собрались те кто приехал представители европейских федераций президенты исполнительные директора ну и также этот исполком прошел как видеоконференция в зуме и было несколько вопросов это и международном календаре соревнований европейской федерации самбо на 2023-2024 годы о поддержке заявки национальной федерации самбо исландии самбо айсланд приемы члены международной федерации самбо о базе данных спортсменов ну и другие вопросы безусловно на чемпионате присутствовал и президент европейской федерации самбо Сергей Елисеев он все дни был здесь он принимал участие в открытии и в награждении спортсменов и конечно же вел вот этот исполком и есть уже некий такой календарь мероприятий у меня такой есть листочек и здесь написано достаточно много интересных спортивных соревновательных событий будет мире самбо в двадцать четвертом году ну это все скорее всего будет уже объявлено и на официальном сайте европейской федерации самбо и международной федерации самбо так что там смотрите эту информацию завершая свой обзор не знаю я не 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 делал обзор по весовым категориям вот так боролись так боролись те приемы делали другие хотя могу сейчас еще дополнить в завершении свой рассказ что конечно же есть подрастающее поколение вот боролись кадеты юниоры есть подрастающее поколение спортсменов которые могут выйти в мир большого самбо но но как я разговаривал с некоторыми представителями тренерами других стран есть такая проблема в том что молодые ребята из вот самбо постепенно потом уходят в дзюдо уходят дзюдо и конечно же одна из основных причин это то что дзюдо в олимпийской программе и олимпийские игры конечно же это верх верх достижения для любого спортсмена хотя есть виды спорта в которых олимпийские игры не являются верхом достижения ну допустим чемпионат мира по футболу гораздо ценнее чем олимпийские игры по футболу ну и так далее не буду дальше заходить видимо все зависит еще от наверное все таки популяризации вида спорта сложно не так все просто для борьбы самбо в мире но все силы прикладывает и руководство фиас и те люди которые стоят у значит таких основных пост на основных постах это исполнительный комитет и спортивный комитет которые занимаются развитием максимально вкладывают свои знания и умения а на этих должностях сидят люди очень компетентные исполнительный директор Сергей Табаков я думаю что его компетенция профессионализм и авторитет в мире самбо ну и не только в мире самбо высочайший Дмитрий Максимов спортивный директор нужной в одной федерации самбо его знания и авторитет в мире самбо тоже безупречны и высоки ну а дальше уже конечно же время покажет так говорят и самбо развивается как как бы кто-то не говорил в той или иной степени как как может как есть возможности экономические как есть возможности политические как есть возможности просто ну не знаю как можно так сказать насколько талантливы те кто руководит международной федерацией самбо и континентальными федерациями самбо в завершении я хочу поблагодарить всех кто смотрел данное видео оставляйте свои комментарии может быть вы что-то хотите написать дополнить пишите смотрите те видео репортажи которые мы сняли непосредственно для канала планеты дзюдо как я уже говорил будут еще ряд фильмов некоторых интервью и вот небольшой такой короткометражный документальный фильм будет о чемпионате Европы который делает очень талантливый на мой взгляд оператор и монтажер Матвей Аксютичев я уже о нем как-то говорил молодой талантливый и очень желающий проявить себя в этой области и журналистики и операторского искусства видеомонтажа человек будет фильм его он снимал где-то конечно я ему комментировал там по ходу этого фильма но основное это конечно его творчество посмотрите я думаю он скоро уже будет в эфире на youtube канале планета дзюдо благодарю что вы смотрели прямые трансляции на фиас тв они до сих пор есть и доступны зайдите на официальный сайт международной федерации самбо и там вы все это можете увидеть прямые трансляции услышать мой голос где я комментировал предварительные встречи а финалы мы комментировали вместе с Михаилом Мартыновым ну говорить кто такой Михаил Мартынов наверное для тех кто занимается самбо нет смысла это очень известный самбист и не только самбист тренер и комментатор спасибо всем с вами был Роман Карасев вы смотрели youtube канал планета дзюдо итоговый обзор чемпионта европы о борьбе самбо 2023 года Израиль Хайфа до новых встреч